Добрый день, дорогие коллеги! Я эксперт по направлению интеллектуальной собственности. Допустим, вы придумали новый бренд, логотип, слоган или иное обозначение. Наверняка вы не захотите, чтобы другие лица использовали его без вашего согласия. Избежать этого вам поможет регистрация обозначения в качестве товарного знака. Для регистрации товарного знака вам необходимо подать заявку в Роспатент и указать, в отношении каких товаров и услуг вам нужна регистрация. Товары и услуги определяются по международной классификации товаров и услуг, сокращенным КТУ, включающей в себя 35 классов товаров и 10 классов услуг. Практически все известные бренды, зарегистрированные в качестве товарных знаков. В России ежегодно регистрируются десятки тысяч товарных знаков, но тысячи товарных знаков зарегистрировать не удается. Существуют различные основания для отказа в регистрации товарного знака. Все они зафиксированы в статье 1483 Гражданского кодекса. С основной практикой по данной статье вы можете познакомиться в продукте Консультант Плюс «Важнейшая практика по статье». Сегодня мы рассмотрим случай отказа в регистрации по одному из возможных оснований в связи с отсутствием так называемой различительной способности. Что это такое? Различительная способность – это способность товарного знака ассоциироваться с конкретными товарами и услугами. Отказ в регистрации по этому основанию означает, что товарный знак не настолько оригинальный, чтобы вызывать ассоциации с товарами и услугами конкретного производителя. Сейчас мы рассмотрим все варианты отказа в регистрации обозначения из-за недостаточной различительной способности, а в заключительной части лекции – случае исключения. Итак, первую группу обозначений, которым откажутся в регистрации, условно можно назвать простые элементы. К таковым в частности относятся простые геометрические фигуры, простые линии, числа, буквы и сочетания букв, невоспринимаемые как слово. Вторая группа – обозначения, употребляемые для характеристики вида товаров. Речь идет об обозначениях, которые в результате активного использования различными производителями стали нарицательными. Например, обозначения «вазелин», «термос» когда-то были товарными знаками, но сейчас относятся к привычным категориям товаров. Стоит оговориться, что обозначения, которые использовали различные лица до подачи заявки, вовсе не обязательно утратят различительную способность, хотя риск и велик. При оценке будут учитываться ассоциации потребителей. Данный вывод также нашел отражение в продукте «Консультант Плюс» важнейшая практика по статье, о котором я уже упоминал ранее. Крупа обозначений – общепринятые символы и термины. Например, обозначение ISNI – это аббревиатура международного стандарта, присваивающего уникальный идентификатор контента. Обозначения OXA – это общепринятые сокращения от химического соединения оксихлорид-алюминия. Таким образом, эти обозначения не были зарегистрированы в качестве товарных знаков. Четвертая группа обозначений – описательные. Они характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, свойства, место производства или сбыта. Например, обозначение «фильтрованный вкус» указывает на свойства и способ производства товара, то есть без использования фильтрации. Словосочетание «столовое вино» в России долгое время обозначало конкретный товар – водку. В регистрации обозначений также было отказано. Пятая группа – обозначения в виде формы товаров, обусловленных свойством или назначением. К ним относятся реалистические и схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в отношении этих товаров. Удлиненная цилиндрическая форма – традиционно для пишущих инструментов – ручек, карандашей. Отказ в регистрации закономерен. Схожий пример. Обозначение представляет собой реалистическое изображение самого товара, в данном случае печенья. Теперь пришло время обсудить случаи исключения, о которых мы упоминали в начале лекции. Первое исключение. Обозначение состоит из нескольких элементов, включая тот, который различительной способностью не обладает. Такое обозначение могут зарегистрировать, если этот элемент не главный. Словосочетание «кулинарная лавка» является описательным для продвижения и продажи товаров, что не помешало быть зарегистрированным обозначению в целом. Второе исключение. Обозначение может приобрести различительную способность в результате длительного использования до подачи заявки. Обозначение L1212 является лишь сочетанием буквы и цифр, однако приобрело различительную способность в результате длительного использования компании Lacoste. Потребители ассоциируют его с товарами этой компании. Как же показать, что будущий товарный знак порождает ассоциацию с конкретным товаром конкретного производителя? Чтобы доказать приобретенную различительную способность обозначения, можно предоставить сведения о степени информированности о нем потребителей. Информированность определяется по среднему потребителю на дату подачи заявки в отношении конкретного товара, для которого регистрируется товарный знак. С этим выводом также можно познакомиться в продукте «Консультант плюс. Важнейшая практика» по статье. Итак, дорогие коллеги, сегодня мы с вами рассмотрели одно из оснований отказа от государственной регистрации товарного знака – случаи отсутствия обозначения различительной способности, а также случаи, когда это не является препятствием. Кратко их перечислим. Различительные способности не обладают простые элементы, характеристика вида товаров, общепринятые символы и термины, описание товаров, форма товаров, обусловленная их свойством или назначением. Исключение. Обозначение используется как не основная часть товарного знака, а обозначение приобрело различительную способность в результате использования. Затронутая сегодня тема поможет вам зарегистрировать товарный знак, а это серьезный правовой инструмент, который способствует успеху вашего бизнеса. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok